Приветствую вас. Да, на самом деле, выглядит в целом так, что отношений вы действительно не хотите. То есть, вы выбираете мужчин, с которыми отношения у вас уже априори невозможно. Вы выбираете таких мужчин в отношениях, с которыми уже заранее обречены на правила. Причем обречены на правила, судя по тому, что я могу судить, больше и скорее для вас, нежели, чем для одного человека. Ну, на самом деле, это может быть со многими факторами, как мне кажется. И один из главных факторов заключается в том, как вы выбираете этих самых мужчин, как вы выбираете этих самых людей. На чем основывается ваш выбор, если ваш выбор основывается, например, на чем-то общем, я имею в виду между вами. То это одно, если ваш выбор основывается на других вещах. Ну, каких вещах мне так сказать, наверное, будет непросто. Ну, я думаю, если вы выбираете мужчин, используя это. Вы выбор, например, по гендерному какому-то моменту, да? То есть совсем другая история. Если вы выбираете мужчин для того, чтобы, например, допустим, заниматься делом, да? Я думаю, каким-то, то есть вы выбираете человека изначально как партнера в каком-либо вопросе, связанном непосредственно с вашей деятельностью. Это совсем, это совсем другое. Это вещи, ну, достаточно разные. Я надеюсь, что вы это, ну, я надеюсь, что вы это понимаете. Надеюсь, что вы, ну, в этом отдаете себе отчет, потому что это весьма важный момент. Вот. То есть важный момент заключается в том, как именно вы выбираете мужчин. Это первое. Второй, второй фактор, и он тоже достаточно важен, это фактор заключается в том, что вы живете с родителями. Вот. И, на мой взгляд, то, что вы живете с родителями, конечно, не может способствовать выстраиванию личных отношений. Почему? Во-первых, для своих родителей вы можете быть и являетесь ребенком, ребенком, а значит, с ними вы ведете себя как ребенок, а значит, каждый раз возвращаясь домой, вы становитесь ребенком. Это первое. Это первое. Второе. Второе. Это то, что родители, вероятно, хотят, чтобы вы продолжали оставаться ребенком. Значит, если вы от них уйдете, если вы от них отделитесь, вероятно, вас будет одолевать все свои вины, чтобы вы их бросили. Ну, не исключено, что родители ведут себя таким же образом, что если вы уйдете, то вы их бросите. Я имею в виду родителей. Вот. И соответственно, соответственно, для них это нежелательный расклад, что вы можете уйти. для них крайне нежелательная история, что вы можете перестать быть их ребенком на стадь, женщиной, матери и тайбал. Они вероятно этому против. Поэтому в первую очередь я бы рассматривал здесь возможность сепарации от родителей и отдельное проживание. Следующий момент. Это момент, для чего вам в 20 лет выстраиваете отношения с мужчинами. Зачем? Что вы хотите в отношениях с мужчинами? Что вы готовы мужчине дать? Что вы хотите получать? Уверены ли вы, что вы это хотите получать, а не что-то другое? Например, мне больше кажется, что в отношениях с мужчинами сейчас, на данный момент, вы больше пытаетесь что-то доказать. Нежели чем. Просто выбирать человека, которому вам, условно говоря, хочется и хочется что-то дать. То есть я имею ввиду, хочется ему там подарить свою любовь и так далее. Вот. А вы же перерационируете свой рассказ? Таким образом, что обращаете внимание больше не на то, Ну, условно, не на то, что вы даете человеку, а больше на то, что человек дает вам. Мне кажется, эта позиция достаточно негативна, ну, мне так кажется. Потому что она, на мой взгляд, сходит в отношениях для некой такой односторонней игры. Следующее. Вы говорите, что выбираете мужчин, которые вам не интересны, которые, так, сейчас скажу, которые выбирают либо те, которым я не интересен, либо их увижу худший качественный мужчина, я гонтирую на это внимание. Значит, здесь у нас, вероятно, первое, что происходит, это сравнение. Я так думаю, что, вероятно, вы сравниваете, ну, сравниваете, значит, вот, мужчина, все, скорее всего, скорее всего, взвемо отцу. И, естественно, он проиграл, что из меня есть ощущение, что вы не видите в человеке личность, вы не видите в мужчине многогранность, вы видите только то, что видите вы. хотите. Для чего? Как так происходит, что, например, вы концентрируетесь на худших качествах мужчин, мужчин? Как так получается? За счет чего так получается? Согласитесь, нужно выяснять. предположений здесь может быть довольно много, но мне бы не хотелось с этим заниматься. Неблагодарно. Это, знаете ли, дело заниматься подобного рода предположением. Дальше. Следующий важный момент, это то, чем вам интересна ваша жизнь. Ну, то есть, насколько вам интересна ваша жизнь. Насколько она вас, ну, условно говоря, интересует. Насколько вы интересуетесь собой, насколько вы интересуетесь другим человеком, вот. Мне кажется, что у вас есть достаточно сильно обесценивающая тенденция, вот. Мне сложно сказать так сходу, что она из себя представляет, но кажется, что, что такое ее. А каким образом появляется эта обесценивающая тенденция, как она протекает и так далее, нужно выяснять. Не могу сказать, что вероятно здесь у вас есть обида и злость, которую вы провели. Обида и злость, вероятно, на родителей. На ваших родителей. В целом. 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 Ситуация выглядит, ээээ, следующим образом. Для меня. По крайней мере. Вы, по-прежнему, достаточно сильно связаны с родителями. Вот. Это неплохо. То, что вы с ними связаны. Но, на мой взгляд, вы связаны с ними слишком сильно, связаны с ними вы настолько, что, вероятно, именно, как бы, ну, в контексте них, их фигур, вы выбираете себе молодого человека. То есть, выбор молодого человека здесь подчиняется именно, ну, факты наличия родительских и их влияния на вас. Как мне, по крайней мере, видится этот аспект, я могу повторить, могу здесь ошибаться, могу быть здесь, не прав. Что можно сделать, ну, во всем этим можно и нужно разбираться, конечно же, вот, всё это можно и нужно разбираться. Вот, конечно же, конечно же, вот, всё это можно и нужно разбираться. И со временем у вас появится видение себя настоящей и того, как вы делаете все ваши действия, ну, вот, текущие действия, которые, которые происходят. Сейчас это всё происходит на уровне автомата. Сейчас вы практически не замечаете этих действий. А вот задача психотерапевта, как раз таки, позволит вам научиться замечать в себе все вещи, которые сейчас от вас скрыт. Но это определённый процесс. Процесс. Поэтому, если вы хотите, если вы готовы к этому процессу, вот, то с радостью будем рады вам помочь. Вот. Такая вот история. Такой вот ответ. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом, по крайней мере, так, как вам этого по-настоящему хочется. Удачи!